всем привет дорогие друзья представляю вашему вниманию обзор на генерала подрывников в моде kontra 009 на игру сиэнси дженералс как обычно поговорим мы начала о зданиях зданий здесь очень много наверное больше всего среди всех генералов которых я видел но в любом случае поехали да я забыл кстати построить аэродром и так стандартное здание собственно бараки продавец оружия черный рынок и дворец супероружие замена главной базы завод гела и так далее тут все понятно также сеть тоннелей или нора доступна со стартом вооружение там нет но зато можно перекидывать войска кроме этого мы можем минировать территорию у нас есть аж два вида мин здесь их 4 но на самом деле это два вида мины собственно мины и демо ловушки которые мы можем подрывать только если нам это понадобится польза на самом деле спорная если честно почему я не почему я не хочу подорвать противника вот что меня интересует в каком случае я не захочу его подорвать именно в таком случае будет полезно мин ловушка в любом другом случае лучше заминироваться вот так вот во первых тут радиус больше конечно дороже но тем не менее а эти варианты просто дают возможность несколько штук построить одновременно но за разумеется за большие бабосы мины очень крутая штука далее у нас по защитным сооружением на t1 это пулемет и противотанковая пушка как только мы получаем вторую лычку здесь всего лишь вторую у нас появится гаубит собственно артиллерийская защитная установка очень клёво гла может везде просочиться построить кучу защиты и подсирать таким образом противнику это весьма полезно кстати на меня сейчас нападут черт и кроме того мы можем еще построить ядерный заряд собственно строим он взрывается но учитывая так где же мне его запихнуть вот сюда учитывая что все защитные сооружения у гла можно сделать невидимыми то наверное это имеет смысл на это прям надо быть таким хорошим планировщиком скажем так серьезно как как он умудрился это сделать для того чтобы предугадать куда поедет противники там его подорвать но и опять же если против вас играет генерал подрыва бедная луна то он наверняка будет засирать всю территорию своими минами и вы будете это контрить средствами разминирования и плюс будете иметь сто процентов какие-то средства видеть невидимых юнитов соответственно я даже не знаю сработает это или нет как-то ну в общем ладно это мои размышления не суть важно кроме того на т3 у нас доступен аэродром вот он но давайте по порядку пехота все пехотинцы кроме джармен келла могут ездить на мотоциклах клёво повстанец имеет свойство очищать гарнизоны со старта как только вы его построили никаких грейдов не нужно очень клёвая штука сносит не только пехоту но и здание еще один плюс то есть автоатаками но при этом и мы имеет в два раза меньший радиус потому что он не стреляет а бросает гранат тем не менее неплохая замена единственное что я не разобрался раньше можно было ингрейдить невидимость а стоп пардон я кажись это уже сделал да я сделал все нормально значит можно невидимости заползти на базу противнику взрывчатку поставить тут есть два вида вот этот вид это объектная мина собственно мы можем ее даже на свои здания ставить она не сильно рванет если противник попытается его захватить если я не ошибаюсь здесь у каждого здания можно оставить грейд мин как у китайцев поэтому суть этого скилла потеряна раньше нельзя было кстати минировать свои здания автор это добавил видимо он не подумал что это не имеет ухты что это не имеет смысла теперь но можно минировать еще и здание от захвата но я не знаю это какая-то странная хрень а вот это вот можно только на вражеские здания и вот эта штука рванет нормально то есть мы можем использовать этих парней вместо камикадзе то есть нам не обязательно жертвовать своими солдатами мы можем просто кучей невидимых пацанов залезть на базу противнику заминировать и что самое офигенное они не выходят из невидимости когда это делают то есть если у него нет средств заполить инвиз заранее он даже не поймет что снесло ему базу самая любимая моя тактика кстати в этом моде была но старых пальчик не знаю как это сейчас работает далее солдат с рпг он и в африке солдат с рпг но в гила и подавно стреляет дамажит танки стандартный радиус ничего нового ну кроме того что все юниты этого генерала могут себя подорвать стать камикадзе вот и все смертник или камикадзе можно построить одного можно построить четырех great невидимости работает на них тоже это основной юнит хотя в сетевой игре вы будете скорее строить байки потому что их очень трудно отконтрить если с разных сторон они быстро заезжают то они легко могут кучу танков которые танков которые стоят намного дороже чем сами эти байки уничтожить довольно таки полезно но и последний юнит который на т3 откроется это диверсант как видите здесь целый список чего он может делать но это ванильный юнит он может отключать здание короче это как как шпион в редалерте крадет бабосы парализует технику если в командный центр то все обилки на кд поставит а если супер оружие то только само супер оружие ну и джармен кир на т3 как обычно он появляется может ставить кстати демо ловушку очень классно халявные демо ловушки блин было бы имбово если поныщем мины мог ставить вот может минировать здания любые как полковник barton собственно их подрывать может заряд с часовым механизмом поставить так далее также он убивает водителя транспорта как и раньше воздух не действует здесь в одном моде я видел что можно было воздушные цели тоже таким образом сбивать ну и пыльная буря мы это видели но это хуйня бесполезная имха конечно же этот кстати получше выглядит чем у ксинового генерала хотя вот этими вот этим вряд ли кто-то будет пользоваться потому что это в первую очередь снайпер и его очень жалко будет потерять но если конечно будет возможность то будут использовать но вот халявные миноловушка это очень круто кд не такой уж и большой ну сравнительно скажем так что вот это можно использовать и не задолбали они сбрасывают свои сраные десанты в одну и ту же точку постоянно так теперь по поводу военного завода который у меня здесь вот по транспорту здесь не густо базовый танк этот таракан он действительно таракан потому что он очень слабый и назойливый у него есть свойства взрываться он может сделать себя камикадзе даже если у вас нет грейда взорвать любую технику или юнита у него урон маленький у него мало хп то есть он немножко постреляет и поедет и взорвется поэтому принципу основным боевым юнитом является все таки квад пушка а не он она стоит подороже она разрезает пехоту на части но по технике стреляет хреново на самом деле хотя можно сделать great который делается вот здесь вот но на т3 дворце тогда она сможет пробивать броню но все равно это не танк и надо очень много этих штук чтобы хорошие танки снести вот но это кстати странно что great ашна т3 открывается я бы лично поставил его пораньше потому что если ты не хочешь играть только в подрыв ты хочешь какую-то армию организовать то без этого грейда не получится тараканами как-то хреново а пикапы слэш технички они не особо помогут в войне нет они как собственно тоже как тараканы или наверное даже как москит они могут заебывать но особого вреда они несут таксотрактор тут все понятно миномет еще одна хрень которая будет заебывать вашего противника и это наверное максимально будет заебывать потому что он быстро передвигается далеко стреляет так далее но я об этом уже рассказывал также на т3 у нас открывается луна нормальная артиллерия довольно таки быстро стреляет плюс еще и самонаведение очень крутая штука кроме того у нас открывается вот такой вот танк или если его можно так назад назвать конечно же ротель сносит технику слаб по броне слишком дорого стоит бесполезен против пехоты имеет шесть пассажирских мест но они не могут если бы они могли стрелять оттуда хотя бы ладно шесть это много потому что тогда боевой автобус будет бесполезен пусть два хотя бы место это был бы неплохой юнит но мне если честно не нравится выглядит как-то не очень хотя все нет игла должны выглядеть как кусок говна тут я в принципе не буду придираться но в целом это что-то не то я бы это не строил может я не понимаю вот боевой автобус это другое дело из автобуса юниты могут стрелять сюда мы можем запихнуть кучу рпг шик ну потому что нет смысла запихивать повстанцев вот там радиус маленький соответственно мы можем только рпг можем 1 джармен келла засадить но будет обидно если снесут этот боевой автобус в общем такая себе хрень получается что мод нас вынуждает играть только одними подрывами это неплохо но когда противник тебя и жестко контрит как говорится то не получается надо какую-то армию собрать и в итоге мы будем играть одними квадами ну слышу вот этими вот штуками но блин полторы тысячи лет слишком дорого я не вижу в чем его прикол ну давайте построим я может я ошибаюсь может против танков если не тут появится вот не особо хочет нападать к сожалению может зайдет так я пока нет эти пусть здесь стоят кстати тут боевой автобус невидимый круто вот это прям жесть как классно так вот как то так поставим пусть там настреливают не поставим он не хочет стоять в одной точке далее на два последних юнита первый это бомбовоз грузовик смертник за рулем все дела невидимый можно под насрать это собственно камикадзе который быстро передвигается штука прикольная и самый последний юнит типа супер нит это прям перл просто вдумайтесь называется он и фрит и так это ядерный бомбовоз самое разрушительное оружие гла внимание его водят только старые опытные камикадзе возможно автор мода или может быть тот кто делал перевод это другой человек в общем чувак который написал эту хуйню возможно он немножко не не понимает концепцию камикадзе я объясню камикадзе это человек который жертвует своей жизнью чтобы что-то подорвать чтобы убить других людей скажем так ну не обязательно подорвать он убивает других ценой своей жизни не бывает опытных блять камикадзе это просто невозможно вот это все что я хотел сказать ну в общем вот он давайте посмотрим как она рванет он тоже невидимый у бота целая куча защиты здесь как раз бы замечательно опытные камикадзе кстати на него можно вот это вот грейд на ремонт зачем ему ремонт он не рванет два раза только один раз нет ядерная бомба классная штука особенно есть обилка да офигеть то есть получается вы когда качавшись до 5 лычки вы получаете второе супероружие ядерную ракету которую еще и не надо ждать пока зарядиться только построить строится в принципе быстро это может доставить боль противнику большую боль так давайте протестим эти танки и дальше пойдем по самолетам и грейдом да тут есть самолет и разумеется это камикадзе 4 500 6 9 12000 это 12000 вот это вот так иди сносись вот это сколько 3000 одна штука я почему-то уверен что они не снесут ее ладно тут две есть но они доехали а нет снесут окей окей все беру свои слова назад хорошая хрень это можно использовать большой урон по зданиям ладно так далее аэродром дельфин самолет смертник эффективен против наземных целей зиппер отличная пвл это смертник который против самолетов все очень просто строить мы будем основном вот этих пацанов если каким-то образом наш противник постоянно контрит наших мотоциклистов и наши технические средства тоже не не могут ничего ему нанести то мы можем спамить этих пацанов ухты а здесь смотрите поменяли раньше когда взрывался автобус он оставался на земле и из него еще стреляли люди теперь они просто высаживаются я не совсем понимаю причину замены этого этого свойства автобуса это больше выглядит как поменяли потому что могли поменять ну ладно я не осуждаю но очень странно на самом деле так давайте еще раз ебнем этой штукой уже очень красиво оно рвет а нет не поворачивай туда опытный ты идиот ах я думал что оно рванет кстати мог нажать на кнопочку он думал что взрыв произойдет сам по себе я ошибался но это кстати хорошо тогда можно ее проконтрить в принципе если у вас много защиты то не так страшно три дельфинчика мы можем заградить им кстати знаете что классно сразу можно строить новых то есть как бы игра сама подразумевает что они не вернутся домой прикольная штука ну хоть один а между прочим смотрите что написано не может быть сбит во время пикирования на свою цель последний пикировал можете даже сейчас промотать и посмотреть он пикировал наебали так нам нужны кладу далее далее у нас грейды так ну в казармах только стандартный разумеется здесь у нас есть грейд токсиновых снарядов тараканы минометные баги и защитные площадки защитные площадки имеется ввиду вот это вот получает этот грейд что он делает он оставляет следы из токсинов на месте выстрела юнита который подвержен этим грейдам да я давая возможность немножко ауешить и сносить пехоту вот еще один пикировал да они же бес они какие то бесполезные эти самолеты ну ладно наверное все таки в сетевой игре никто не будет застраиваться стольким количеством вышек да и к тому же это не выгодно потому что дорого ох возможно в таком случае они покажут себя проявят как то по другому блин заехал заразе нам нужен снайпер здесь срочно так далее на т3 дворец 4 грейда собственно бронебойные пули об этом я уже говорил турбодизель устанавливает на танки новые движки что позволяет им быстрее двигаться ремонт рухляди авторемонт очень слабый но на халяву и везде причем и клевый грейд шпионы открывает нам части базы противника куда мы можем что-то высадить и поднасрать супероружие на пятой лычке доступно кстати я про черный рынок вроде не говорил но в любом случае грязная бомба снабдить ракеты эльбрус шторма радиоактивными веществами собственно после выстрела будет радиация и улучшенная взрывчатка больше урона от взрыва смертников всяких юнитов а в черном рынке который нам на т1 кстати доступен есть самый крутой грейд это суицид кроме того газовые боеголовки чтобы минометами гарнизоны очищать помним что мы можем пехотой тоже очищать камуфляж делает невидимость для пехотинцев и смертников рабочая обувь наши холопы быстрее собирают бабосы и в большем количестве топовый грейд тоже ну и возможность сканировать территорию так здесь грейды стандартные вместо юнита который роет тоннели здесь транспорт который может мины детонировать и обнаруживать детонировать детонировать твою мать детонировать детонейшн как правильно ну ладно детонировать тут так написано хорошо вот ну можно перевозить войска ёшкин кот я щас сольюсь если хочется но они оттуда не стреляют что ж мы будем делать то а так ладно вроде на этом все надо только по скиллам быстро пройтись пока еще не проиграл лычка для подрывников крутая штука перевод неправильно это урон а не здоровье им здоровье не нужно очищает здание от солдат противника может быть полезно ситуационно лычка для техничек нахер надо расстановка радаров об этом я говорил когда освещал токсинового генерала фугасы размещение ловушек тут есть размещение кастетных мин это все очень круто противотанковые мин тоже это все прям хочется взять очень классные штуки мины ПВО ситуационная штука призыв повстанцев из-за того что они все могут рвануть этот призыв самый лучший среди всех ГЛА мы можем просто их призвать и снести какое-то ключевое здание их хватит вполне для этого бобосы далее самолет смертник вот это топовая штука это мы знаем и деморализовать выводит из строя почему я не могу ух ты нифига выводит из строя вражескую технику я сейчас проиграю а вот это вот 9-11 9-11 я я вот пардонте пардонте короче прилетает самолет и сносит вам две башни близнецы а на этом у меня все спасибо за внимание поражение спасибо спасибо спасибо